Программа предназначена к просмотру для лиц старше 12 лет. Инди-игры. Особый жанр или побочный продукт гейм-индустрии? Кто-то относится к ним скептически, другие ждут их победы над мейнстримом. Я готов доказать, что Инди — это целый мир. И даже больше. Кёльн, Германия. Именно здесь каждый год проходит Gamescom — крупнейшая в Европе игровая выставка. Посетители, разработчики и журналисты едут со всех концов земли, чтобы себя показать и на других посмотреть. Мы не могли упустить такую возможность встретиться с нашими инди-друзьями и, конечно же, завести новых. Специальный выпуск Инди-трип с Gamescom 2016. Эти маньячные ребята знакомы вам уже давно. В самом первом выпуске Инди-трипа мы познакомили вас с Хромоганом и пиксельными маньяками из готического немецкого Нюнберга. Они рассказали нам про их новую хайповую игру. Can't Drive This? У нас всё классно. Люди собираются в очередь, чтобы сыграть в наши игры. Это супер круто. Мы сбились со счёта. Я не знаю, сколько людей подходило. Мне по-хорошему нужно сесть там на стульчик и прийти в себя, потому что мы здесь 24 на 7. Всем рассказываем об игре. Без остановки. В общем, очень много людей. Мы сделали спидран-вызов для Хромоган. Участников было очень много. И самые быстрые проходили игру за 24 минуты. И также мы начали разработку нашей новой игры, Can't Drive This? Которая вызвала очень много обсуждений на Reddit. Это потрясающе. Мы получили очень хорошие отзывы. Также мы показываем игру здесь, на Gamescom. Ещё нас напечатали в выпуске журнала Gamescom. И люди подходят такие... О, я читал про вашу игру в журнале! Я очень рад, что много людей приходят в инди-секцию, а не к EA, Ubisoft и другим корпорациям. И это здорово! Спасибо вам! Мы начали разработку The Loop сразу после выхода Хромоган. Потом мы участвовали во втором Gamescom, и у нас родился Can't Drive This. Эта игра просто появилась и всё. Мы хотели продолжить разработку The Loop, но мы получили такие замечательные отзывы, что решили её закончить. И в итоге мы заканчиваем Can't Drive This, релизним её, вынесем уроки, станем опытнее, и после этого вернёмся к The Loop. Мы хотим сделать её максимально большой, чтобы получить как можно больше опыта, опять же. Она не отменена, а просто отложена на время. И вы ещё о ней услышите. Да, там нет сюжета, по большому счёту. Это просто мультиплеерное безумие. Короче, один человек делает грузовик, в то время как другие игроки на нём едут. Просто безумие. Мы дали людям погонять неё, и игроки просто сходят с ума, орут друг на друга. Строй быстрее! Строй быстрее! Глупый идиот! И всё в таком духе. Про игру написали на Котаку. Все говорят о ней. Мощно рады. Мы релизим игру в ранний доступ в сентябре, получим максимальное количество отзывов, которые сможем. И сделаем её такой, какой люди хотят её видеть. А вот и несколько новых независимых разработчиков, с которыми мы рады вас познакомить. Просим любить и жаловать. Хэральд, Фро Клаймберс и The Incredible Journey of You and I. Окей, всем привет. Наша игра называется Геральд. Это интерактивная Point & Click игра, где ты ведёшь корабль, который направляется в восточные колонии 19 века. Ты на борту корабля, и будешь взаимодействовать с экипажем, пассажирами, а также с людьми различных сословий и этносов. И все эти персонажи живут в одном небольшом замкнутом пространстве на корабле. И ты, как игрок, должен позаботиться обо всех пассажирах и экипаже. И в это время ты узнаёшь, что на корабле Геральд есть секрет, который изменит форму и будущее этой империи. Мы зарелизимся этой зимой, пока не можем сказать вам точную дату, но точно этой зимой. Мы получили много внимания, что очень круто. Но также мы сильно устали, так как это наш четвёртый день здесь, на Games.com. Но мы рады рассказывать всем о нашей игре и считаем, что вы должны поиграть в неё. Всем привет! Я Себастьян Ларсен, геймдизайнер студии Team Crew. Это небольшая инди-студия, состоящая только из четырёх человек. Меня и трёх друзей из Швеции. Да, это правильно. На самом деле, Frog Climbers начался как студенческий проект. Мы делали её в свободное от учёбы время, так что возможность посетить Games.com просто потрясная. В общем, была одна игра, Квоп, где ты играешь за бегуна, и ты бежишь по полю. И нас она вдохновила на создание нашей игры. Мы такие, давайте сделаем это только с карабкиванием в гору и с мультиплеером. И потом задумались, окей, какое животное самое лучшее в лазанье? Ну, очевидно, лягушки. Но в итоге, всем игра понравилась, так что мы продолжили её разработку, и сейчас мы здесь. И релизимся в Steam в сентябре. Всем привет, я Крейг Кодер в Shy Kids Club, маленькой инди-студии, в которой я работаю со своей женой. В Кэбрине, Австралия, так что у нас был очень долгий путь сюда. Наша игра — это каоп-игра для двух людей, где один человек контролирует движение, другой стреляет. И в то время, пока вы играете, эти роли будут меняться. И также должен совпадать цвет пули, которой ты стреляешь, цветом глаз врага. И вся игра построена на сотрудничестве и кооперации. Мы планируем зарелизиться примерно в конце лета, в следующем году. Мы оставили себе много времени на разработку, и за это время мы добавим синглплеер, на тот случай, если твой приятель занят, чтобы была возможность сыграть одному. Gamescom такой веселый и классный. Он точно стоит того, чтобы лететь 35 часов до Германии. Ну а на десерт мы припасли для вас немного Айспик Лодж. Интервью о последних новостях ледорубов с Николаем Дыбовским. Он был очень страшный. Много людей. Они все чего-то хотят. С одной стороны, хорошо, потому что прямо когда стоит такая толпа возле твоего компьютера, в общем, это внушает какую-то надежду на то, что игра кому-то интересна, что она нравится. Но с ними со всеми нужно разговаривать, рассказывать им про игру, и, в общем, это, конечно, трудно. Ну, во-первых, мы сделали первую сборку игры. И на самом деле это очень важный такой перевал, исключительно важная веха, потому что когда вот первая сборка сделала, то есть может быть сделано очень много контента там, продуман там детальнейший план дизайна игры, но вот пока эта первая сборка не появляется на свет, на самом деле шансы на то, что игра никогда не будет выпущена, они все еще очень велики. А это такой вот первый важный очень перевал, через который, если ты уже перевалишь, то это такая точка невозврата, потому что на самом деле уже вот теперь ясно, что мы игру сделаем. При всем при этом, естественно, перемешивается ужас, потому что, ну, вот эта первая сборка, это всегда, ну, пардон, как младенец, который вот только что из мамы вылез, И он как-то, он кричит, он страшный, у него еще пуповина там не перерезана. И ты на него смотришь, думаешь, господи, неужели это мой ребенок? Господи, нет, нет, не может быть. Он даже на человека не очень похож. И это, конечно, ну, это тоже травмирующий момент, потому что тут же надо все это еще показывать, потому что сразу, естественно, видны, когда делается первая сборка, сразу, вот знаешь, как бывает, когда яркий свет в комнате включают. Вот раньше был такой уютный полумрак, и лампочки такие ночнички горели уютненькие. И все было как-то очень мило и, ну, тепло, потому что вот все, что не должно быть видно, оно его и не видно. Он так деликатно где-то спрятан в тенях. И как бы с этим можно жить. А когда свет включают, и вдруг видно, какой в комнате страшный бардак, и ясно, откуда запах этот ужасный шел, что там ясно что-то разлагается уже второй месяц вот там в углу. Вот, и, в общем, конечно, это такой очень шоковый момент. А теперь в эту же комнату надо сразу запускать людей и говорить, ну, вот извините, у нас тут немножко не убрано. И здесь вот покойник висит, извините, вот он нас только что повесился. Мы сами не знали, извините, раньше. Но вот наш вот дядя, он, извините, оказывается уже давно. Это, конечно, трудно. Вот, поэтому для нас это все очень такой стрессовый момент, тяжелый. Но вроде людям нравится. Вот GDC в этом плане было очень полезно, потому что там были разработчики. А они, конечно, подходят как профессионалы, и они сразу говорят, о, они говорят, классно, отличная атмосфера, хорошая игра, но вот тут у вас очень паршиво сделано. Персонажи полный отстой, там, не знаю. А что это у вас кожа такая? Где шейдер? Почему все такое пластмассовое? А вот, например, многогранник. Видно, что его устроил художник, а он понятия не имеет об архитектуре. А я сам архитектор, я сразу вижу, что такое здание, вот оно неправильное. Хотя оно и фантастическое. Но при этом, в целом, фидбэк очень хороший про игру. Это, конечно, внушает надежду и оптимизм. Да и всем нравится в целом. Ну, когда находишь красивое решение, потому что у нас, я постоянно это говорю, у нас каждая игра – это некий эксперимент. Мы пытаемся как бы, ну, не по шаблону сделать, ну, потому что есть, в принципе, отработанные какие-то же технологии, там именно производство игр, понятно. Но если ты вот хорошо знаешь, что ты делаешь продукт, в принципе, понятный, и в нем, в общем, в целом ясно, как там делать, не знаю, там, боевку, экономику, баланс, там, ролевую систему, ну, все можно сделать уже. Вот. А мы всякий раз стараемся делать что-то принципиально новое, поэтому там очень много вот именно того, что вот называется R&D – Research and Development. И тут надо всякий раз изобретать велосипед. И вот когда вдруг, когда приходит в голову прямо какое-то осознание того, что это не просто красивое решение, а что как в математике, знаешь, вот видно, что уравнение решается прямо всюду, что вот все, сокращаются вот все эти, знаешь, как в школе там было, сократить многочлен, да, и ты прямо видишь, что все, вот все иксы вот ушли, вот эти страшные, которые тебя пугали, они вот все, вот эти сократились с этими, и сразу прямо целый комплекс проблем решается этим одним красивым решением. Вот это катарсис прямо, знаешь, это ни с чем сравнить нельзя. Ну вот, пожалуй, это. Прыжки. Просто из-за прыжков там много было, у нас копий сломано. Ну, смотри, для меня игра это, в принципе, существо обладающее волей. У нее, ну, как вот ребенка воспитываешь, но ты никогда ребенка не ударишь, ты никогда не будешь его ломать, вот именно ломать, понимаешь, вот будешь играть на скрипке, чем тебе это не стоило. Он говорит, папа, я не хочу играть на скрипке, я инженер, я хочу там строить бульдозеры. Ты говоришь, в семье все были музыканты, играй на скрипке. И, понимаешь, ну, возможно, он будет, он возьмет скрипку, там, обливаясь слезами, начнет она не пиликать. Но нет, не надо. То есть игру нельзя ломать, как бы, вот, нельзя делать то, чего она сама от тебя не хочет. Какой бы там продюсер потрясаю, там, пачками долларов не требовал, скажет, там, что вот. Ну, грубо говоря, что за примером далеко ходить? Вот даже не продюсер страшный, а вот родной Иван сказал, слушай, у нас такая проблема, давай будем выпускать игру порциями. Сначала выпустим только одного, там, Гаруспика. Спустя полгода бакалавра, спустя полгода самозванка. Я сказал, только через мой труп. Он говорит, ну, почему? Сейчас же все так делают. Типа, ранний доступ. И люди будут наоборот, там будет собираться комьюнити. Я понимаю, что он прав. Головой-то понимаю, что все по делу говорит. Понимаешь? Но вот эту игру нельзя выпускать порциями. Потому что она как Росюмон. Надо, чтобы сразу вот все эти три разные точки зрения были видны. Чтобы там на четвертый день, там, замученный, там, какими-то идиотическими поступками самозванки, ты, играющий за бакалавра, сказал, нет, стоп, я хочу понять, чего хочет эта девчонка. Начал играть за самозванку, прошел за нее эти четыре дня. Сказал, все, теперь я понял, что она от меня хотела. И вернулся к бакалавру. То есть такая стереометрия нужна. Ну вот, понимаешь, как бы все. Хотя, казалось бы, Иван предлагает коммерчески успешное, правильное решение. И если бы я был бизнесменом, я бы, конечно, сказал, Ваня, какой ты молодец, давайте делать так. Ну, в общем, много таких вещей. Как-то так написали. Мы ее написали, но, значит, она получилась, во-первых, очень большой. Я считаю, что надо сокращать несколько раз. Там много лишнего. Почему? Чем больше тем больше, мне кажется. Нет, это совсем не так. Вот, мы пишем в соавторстве с новым коллегой моим. Его зовут Василий Щербачев. Вот, да. И на самом деле, как бы, основную работу, фундамент, вот, размесили мы вместе, а стены потом построил он. Теперь, как бы, мы вошли в этот дом и говорим, ну, теперь надо, вот, действительно, там, вот, один этаж сносить. Флигель тоже нам не нужен. Так, теперь подумаем, как вот эту комнату оформить, как вот эту комнату оформить. Здесь у нас будет не столовая, а наоборот, гараж, там, и так далее. То есть там будет стоять еще очень много редактуры. Ты знаешь, я думаю, что все-таки не раньше, чем в следующем году. Я думаю, что весной примерно. Вот как-то так, то есть март-апрель, по моим предположениям. Инди-игры. Особый жанр или побочный продукт гейм-индустрии? Кто-то относится к ним скептически, другие ждут их победы над мейнстримом. Я готов доказать, что Инди — это целый мир. И даже больше. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Продолжение следует...